Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите мне, пожалуйста, разобраться в семейных отношениях, пишет пользователь по имени Инна. Мы бряки, 18 лет, у нас трое детей, мужчина же часто пьет, стал ходить по девочкам легкого поведения, стало очень много врат. Но осталось сидеть дома и ждать его, когда он напьется и нагуляется. Мне 39, ему 39, как мне справиться с этой проблемой? Я люблю своего мужа, я люблю свою семью, но унижение в свой адрес терпеть больше не могу. Так вот такой вот у нас достаточно короткий по факту получается вопрос, но такой достаточно емкий и я думаю, что серьезный. Потому что периодически такого рода вопрос появляется, вот, и, соответственно, как бы люди пытаются решать проблему. Вот, значит, ну, там, проблему зависимости алкогольной, сексуальной и так далее, да? Вот. Значит, первое, на что нужно обратить внимание, да? Вот, первое и, ну, вот, самое главное, на что нужно обратить внимание. Это на то, вот, в чем вы видите свою проблему конкретно. Там, например, ну, вы описываете, как бы, мужа, да? А, вы описываете его действия, вот, вы описываете то, что он делает, а ваша проблема какая? То есть, какую проблему вы хотите решать? Потому что, ну, если муж не видит в этом проблему, то, соответственно, ну, ее не решить никак. В этом смысле, вот, поэтому, 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 очень важно вам этот момент зафиксировать, вот. Потому что, если мужчина, да, не хочет, ну, как бы, что-либо менять, то, соответственно, он, ну, знаете, как бы ничего не будет. Ему пока никакой, в этом смысле, вообще, мотивации что-либо делать, то есть, нет. То есть, у него нет мотивации что-то менять. А, ну, вот, на данный момент времени. И, это первое, на что, хотелось бы обратить ваше внимание, ваше внимание. Первое и самое главное, да, что вы видите в этом проблему. Муж, соответственно, проблемы в этом не видит, вот. И, собственно, все, в тупику. Поэтому вам, в этом смысле, нужно решать свою проблему. Именно конкретно свою проблему, то есть, то, что, вот, для вас является проблемой. Второй момент, это то, что налицо кризис определенный. То есть, ну, ну, я имею ввиду, кризис в ваших отношениях, как мне кажется. А, вот, и, соответственно, этот кризис нужно разбирать, потому что, ну, так или иначе, что вы в этот кризис внесли, что называется, свой вклад, вот. То есть, я ни в коем случае не говорю, что вы виноваты, вот. Ну, вот, то, что нужно обязательно отметить, это именно, вот, то, что есть вклад ваш в кризис, например, в то, что, как сказал мой коллега, да, Кутрущев Игорь Леонидович, что лучше вас вносил, ну, именно врать, а не просто так. Вот. Что, соответственно, вам нужно свое поведение, в этом смысле, начать менять, начинать менять свое поведение, вот, возможно, в меньшей степени, степени уделять внимание, а, ну, вот, своим отношениям, отношениям с мужем, с детьми, хотя прямо о том, что вас в детстве есть, вы не говорите, но предполагается, что есть дети, но вот, не в контексте, вот, именно с семьей, а в контексте больше взаимоотношения, ну, личностного, да, то есть, как я взаимодействую личностно с своим супругом, как я взаимодействую личностно с, с своими детьми и сама с собой. Вот, это вот, пожалуй, очень важно, ну, как бы, преследовать, да, важно уделить этому внимание. Вот. Значит, второе, точнее, не второе, да, а следующее. Вы говорите о том, что унижение в двух адресах, понимаете, как бы, вы, с одной стороны, пишите, что ваш муж делает, а с другой стороны, про то, что он, например, вас унижает, вы прямо, опять же, не пишете, вы пишете об этом только вот в скользком контексте. Вот. Соответственно, унижение его здесь могут выглядеть, как некий такой протест с одной стороны и определенные претензии к вам с другой стороны, претензии, от которых, ну, обмахиваться вот так вот легко, да, ну, на мой взгляд, не нужно. То есть, то есть, мне кажется, что, ну, как бы, имеет смысл, вот, поприслушиваться к его претензиям, да, не к унижениям, конечно же, а именно к претензиям прислушиваться. Вот. Так услышит вашего мужа, вот, что именно он хочет сказать, вот, если хочет что-то сказать, как бы, к чему у него претензии, ну, больше всего, да, вот, в этом смысле, к вам, к чему у него больше всего претензий. Вот. И, соответственно, из этого уже как-то исходить. То есть, то есть, вот, ну, как бы, опять же, отталкиваться. Вот. Дальше, если мы говорим про ваше поведение, если мы говорим, то здесь, конечно, важен следующий аспект. В каких местах, в каком месте ваше взаимодействие с, ну, вот, с мужем, например, да, вы себя пересиливаете, вы себя как-то вот ломаете, перебариваете, требуете от себя вот, ну, чего-то, да, каких-то действий, там, и так далее. да, как бы, то есть, если вот, это, это есть, если это присутствует, то вам необходимо на это обратить вот свое самое, самое, ну, самое, самое пристальное, пристальное внимание. вот, необходимо. Почему? Потому что это всегда чувствуется, то есть, всегда чувствуется, когда человек себя как-то вот пересиливает, всегда чувствуется, когда человек себя как-то ломает, всегда чувствуется, когда когда человек ведёт себя не совсем естественно, да, вот, когда чувствуется, когда, ну, человек пытается вести себя, ну, вот, как-то вот несколько не так, что ли, вот, как, ну, там, например, хочет, грубо говоря. Вот, и если вы действуете таким образом, то ваш муж может просто отражать вам, ну, вот, как бы вашу такую вот поведенческую модель. Вот, поэтому очень важно, чтобы вы на это обратили своё внимание тоже. Вы говорите о том, что вам надоело его ждать, и у меня к вам вопрос, а как так вышло, что вы его, в принципе, ждёте, как вообще вышло, что вы ждёте кого-то. Ну, то есть, понятно, что, понятно, что семья есть ответственность некоторая, это понятно, но, как бы, на мой взгляд, помимо того, что вы семья, есть ещё и, как бы, вы как личность отдельно от своего мужа, и он есть как личность отдельно от вас. Без такого подхода вряд ли отношения могут быть здоровыми. И если вы его ждёте, то вполне может быть такая ситуация, вот, когда человек чувствует, вот, давление, ну, как бы, с вашей стороны. Вот. И против этого он чувствует, бунтует, что проявляется вот в таком, в таком поведении, вот. Вот. Понимаете, да? Поэтому важно обратить внимание на то, что, да, семья – это хорошо, да, семья – это, безусловно, важно, но кто вы сами, вы сами, вы сами, куда, как двигаетесь, ну, по жизни, да, то есть, если у вас свои, там, цели, вот, если у вас свои собственные, какие-то увлечения, желания и так далее, или вы, вот, себя полностью растворяете в семье, тогда, если это так, что психология, то психология – это называется, эээ, влияние, вот, когда между человеком, между несколькими людьми отсутствует, эээ, личный границ. Ну, соответственно, эээ, в таком случае позиция вашего мужа становится более, эээ, более-менее ясна, что оно сейчас таким образом, да, деструктивным совершенно, но человек спасается от состояния, вот. Так что, эээ, здесь нужно, нужно, конечно, конечно, разбираться, вот. Эээ, ну, и, эээ, как бы, последнее, наверное, это то, что мы с вами и вашим будем встречать на данный момент, и есть общего, эээ, кроме семьи, ну, просто потому что, эээ, семья – это не все, не все, вот, это, вообще, вообще такая, вот, несколько, эээ, социальная, я бы сказал, история, и, в общем-то, она, эээ, слабая, слабая, довольно котируется для отношений, эээ, для характеристики отношений, точно. Вот, поэтому вам нужно постараться выделить то общее, что между вами есть, а вот, если это есть, ну, если, эээ, если есть, вот, эээ, что-то общее над вами, и, соответственно, уже, ээээ, с этим, ээээм, стараться работать, чтобы как-то привносить это в отношения, в отношения, вот, как-то раскрывать это и так далее. Вот, эээ, значит, постпп, ну, просто, эээ, никто не говорит, вот, никто не говорит, что-то будет прямо, что-то такое простое. ээээ, к сожалению, ну, то, что, вот, это необходимо сделать, это совершеннейший факт. Ну, что-то, ну, здесь вопрос исключительно к тому, готовы ли вы этим всем заниматься, да? Ага, следующее, эээ, ну, как-бы, эээ, то, что вам нужно, чтобы муси изменился, это понятно, то, что вам нужно. Ага, ну, вопрос, эээ, не менее, не менее серьезный, эээ, зачем меняться ему? Ну, то есть зачем это вам? Зачем это вам? Понятно. А зачем это ему нет? Вот. Эээ, зачем ему переставаться? Видите, зачем ему переставаться? Ходить к девушке блёгкого поведения? Вот. Зачем? Ну. Эээ, только, эээ, вот,эээ, Disconium dictumum ... Убедительная просьба, когда, если вы, ага, ну, отвечаете на этот вопрос, да, эээээээээээээ, чтобы вы не пытались ээээээээээээээээээээээ. человека свои ценности, то есть, как бы, ну, не говорить о таких вещах, что ради семьи, ради детей и так далее, да, то есть, если бы, ну, если бы для него это было важно, то он бы, вероятно, этого не делал, раз он это делает, значит, ну, как бы, дети и вот то, что важно, важно, для него важно не так сильно, и вам это не принять, вот. Не принять, в смысле, ну, как вот, типа, я должна с этим смириться и всё, нет, а не принять именно вот, с точки зрения, что вот на данный момент, ну, на данный момент это вот так, и по-другому пока ещё быть не может. Ну и последнее, пожалуй, на что хотелось бы обратить ваше внимание, что, что традиционно люди, которые находятся в таких отношениях, вот, как вы, как вы традиционно, такие люди, ну, считаются цены, кто обладает проблемами с самооценкой, вот, то есть, ну, вот, традиционно, так считаются. Поэтому, если у вас есть трудности с самооценкой, я бы рекомендовал вам весьма настойчиво, да, настоятельно рекомендовал вам поработать, эээ, вот, с самооценкой, эээ, и, как-то, вот, несколько больше, что ли, опираться на себя. Самое число, без опоры на себя, вы не сможете, эээ, своему мужу, эээ, дать понять, что, эээ, что вы, эээ, без него, эээ, справедливо, эээ, не сможете дать ему мужу, понять, что, эээ, ну, что он, это не, не, эээ, то, за что вы, эээ, в конечном, в конечном итоге держитесь, вот, и, соответственно, как такой вот некоторый результат, вы не сможете корректно в этой ситуации себя. Здесь именно корректно. Вот, поэтому, эээ, мой ответ, он мог бы быть, эээ, быть, эээ, вот таким, эээ, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего опыта, который у меня есть. Ээээ, я надеюсь, что, ээээ, вам мой ответ был полезен, интересен, ээээ, буду благодарен, вам, за, эээ, обратную связь по нему. Это, ээээ, позволит вам, ээээ, сейчас, ээээ, работа над собой. Обратная связь нужна, в первую очередь, вам, для, формирование, эээ, базовых постулапов для психотерапии, потому что, ну, вот, в какой-то степени, да, ээээ, ээээ, еще нужно увидеть, ээээ, что именно вы хотите проработать, то есть, что именно вы хотите, вот, себе, там, допустим, поправить, в чем вы видите проблему, Illinois, потому что, а если вы, например, не видите, например, проблему, эээ, вообще, эээээ, ну, никакой проблему не видите в, 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 в ньве, в своих, ээээ, ээээээх, эээээээээwell и так далее. И вообще, вообще спрашивайте о том, как вам, ну вообще говоря, мужа изменить себя, как вам мужа вот так сказать, исправить. Вот. Если вопрос ставится так, то я боюсь, что в таком случае психологи вам не помогут, потому что мы не занимаемся исправлениями кого-либо. Мы помогаем человеку разобраться в себе, в первую очередь помогаем человеку разобраться в себе. И уже, а в первую очередь, в дальнейшем, человек сам может позитивно повлиять на того, кто его окружает. В том числе и как-то на вашего мужа таким образом вы можете повлиять. Вот. Вот, пожалуй, как-то так. Хочется пожелать вам всего самого доброго, хочется пожелать вам успехов, хочется пожелать вам удачи. Все зависит от вас, на самом деле, от того, что касается вашей жизни. Вот. Вы большая молодец, что обратились за помощью к нам. Вот. Но это только первый шаг. Субтитры создавал DimaTorzok